добрый день поехали на 6 на 7 2017 опять тему чубы все таки мне хочется ее держать смотрите вот еще какой момент хочу раскрыть и вот нам много рассказывается что как там вот учил бы стану такие такие изобретения и все прочее получит там что-то вроде там все кипит работает как вот рисуется картину но бы ничего не реально своими глазами не ведь вот должны верить вот вот этим рассказом а я предлагаю поверьте другими вещам господин чубы состоял в парке как вы знаете правой силы там правой силы вот там стоял три лидера было головы змей был хакамада которая выступала за легализацию легких наркотиков и отвечала у нас за развитие малого бизнеса вы видели где-нибудь у нас тут малый бизнес да практически выведен до состояния полного уничтожения вот мы видим бизнес только конечном итоге вот она неутомимых работников триады что только крупные супермаркеты жен депутатов московских коммерческих структур вот по крайней мере в новосибирске вот это мы видим вот это вот хорошо ну это если это мелкий бизнес то значит спасибо госпожи хакамаде ну это ладно этот вопрос бог с ним зомбоящик и и крутит рекламирует продолжает одну подрастает поколение которое газет не читала вот этой жизни не видела 90-х годов не видела авось и купится но в дальнейшем но я хотел бы обратить внимание что вот господин немцов всегда у нас господин такой который тоже обходил в эту правую силу и такой борец из коррупции тоже были не хуже навального и так далее с навальным вместе выступал и так далее ну чем характерно я все время указывал вы же посмотрите он списал бандерляндии 4 4 миллиарда от 4 до 3 миллиардов дома вот я сейчас точную цифру не назову ну вот так вот приблизительно цифру да вот и нормально нормально никто не сел никто не пострадал никого не повесили петра первого нет вот все хорошо возможно у кого-то может зародиться мысль что вот как бы что это он сделал не бескорыстно ну просто человеку не дали мозгов природа не дала мозгов уже не миноваться в этом правильно ну давайте немножко обратимся конечно партию они создали кладывая копеечку копеечки вот они по сильным трудом подрабатывая по ночам грузчиками как господин прохоров 1 заработал на норильский никель вот кстати говоря тоже ученый создатель ее мобили надеюсь вы все кто голосовал по крайней мере уж ездите на этих мобилях вот наслаждайтесь и мобилями имейте эти ее мобили как и будете в дальнейшем наверное иметь и на на технологии вот примерно так же да вот не можем же мы допустить что вот эти вот люди там нам какую-то туфту там дорогуша алла пугачева которая у нас тут пела на стадионе сибири и те кто был помнят помнят ее выступление вспоминает его очень русскими словами так сказать вот я сам там был хорошо там помню да вот вот это прохоров компания вот это вот хакомада так сказать пекущийся так сказать о развитии наркомании у нас так сказать вот и господин немцов ну я хотел бы обратить вот внимание когда вот и господина немцова убили значит подисло что это паутин пришел убил зарубил или дару бабу так сказать бедного немцу ну я хочу сказать про немцова что такую оппозицию путин мог бы целовать в лоб по крайней мере понимаете и благословлять чтобы всегда такая оппозиции была бы такая хорошая правильная ну а вот после смерти же началось расследоваться уголовное дело и вот выяснилось что у всяких ценных бумаг всяких там нефтяных компаний ну там я не знаю списка той но это пресса озвучена так сказать я не думаю чтобы это и нисколько не сомневался что это так и что это даже вершина айсберга что там не учтены где-нибудь зарытые ящики золотом и так далее ну в общем на миллиард долларов ну вот жена лужкова вот она где-то у нее 900 миллионов долларов вот чуть-чуть и не хватило да я думаю что некоторые вот я думаю мое личное мнение не утверждение но вот мне же нет следственной группы что господина чуба из таких этих ярдов 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 вот таких вот штук 10 не меньше говорил остап бен не меньше вот и я хочу сказать вот так господин навальный про коррупцию так далее вот знаете коррупция я хочу сказать не главный бич нашей как неудивительно страны потому что такой богатой стране люди могли бы и властвующие и наборовать нажраться отожраться ну только если они жрали как коммунисты без меры столько как вот сколько вот сети комсомольцы все эти вот и вот я хочу вот в области финансов при нем вот формировался рынок ценных бумаг закладывалась экономическая политика при нем вот эти вот советники 200 с ручными фамилиями явных такими яркими да и я хочу сказать главная причина была заложена даже не в коррупции главная причина в том экономическом курсе который взяла правительство вот это вот практически возглавляемая чубы сам березов она заключалась следующее что надо опускать национальную валюту рубль это на очень-очень выгодно да ну это вы знаете вот звучит и до сих пор когда путин приезжает все эти вот старо родники там вот этим кудринский орут ай путин давай рубль опусти еще больше давай давай погоняй вот здорово я хочу сказать им больше уродства мнений может быть и есть страны где есть смысл поиграть типа с курсом на так национальной валюты типа японии который коренным образом отличается от нас поскольку не обладает не ресурсы не запасами территории не редкоземельными не цветными не нефтяными чтобы и и мои как бы напомнить создать свою валютную систему и у них большие запасы долларов и они как бы включены в эту игру и когда курс доллара падают и доходы вот этих вот японских магнатов тоже падают это понятно вот ну давайте подумаем нас там часто говорят что вот это санкции мы бы там пострадали т т т 5 10 но смотрите упрекают что мало предприятия у нас мало что выпускает к сожалению поскольку пятьдесят две тысячи коммунистов чиновников занимает запрутили все государственные органы и практически беспартийных там нету вот например если яркий пример группенфюрер вальцман в киеве да ну вот пожалуйста сын знатного коммуниста вора ну и чу дальше и так и в россии такая же ситуация везде но разновидности какие-то могут быть чубы коммунист 1970 года ну можно так продолжать кто у нас ну ходорковский беспартийный ну он собольский вожак вот тогда кпсс вот комсомолии сказал богатите но эти еще более свирепые вот мы знаем что мир мэр петухова был убит как бы день рождения охранником господина ходорковского который сейчас борется с коррупцией в андерлянде вместе так сказать ходит на майдан скучит и там кричит наверно также москаляку там на геляку или чё там москаляку на ножи и так далее вот я хочу сказать вот это вот тот курс который нам сегодня говорят там один доллар это 60 там рублей это все придумано это все выдуманы из каждого народного валютного фонда да мы не производим на наши предприятия столько сколько хотелось бы там продукции я объяснял почему потому что чубы не захотел чтобы как бы производились вложения использовать национальные богатства для насыщения наших предприятий новым каким-то импортным оборудованием когда в дни можно было я бы вот дайте мне власть в то время я бы и да и сейчас и в дни бы преобразились эти предприятия заработали ну что купил оборудование нанял инженеров если уж с собой не хватает науку развиваться на на технологиями ничего не получается с другим тоже ничего не получается но и пожалуйста ну куб если деньги есть то будучи самым что ни на есть от петок дураком господи можно быть глупее еще даже путина 1 не пути господи говорится это можно быть тупой пробкой но утра поднять при таких обстоятельствах когда у вас заводы есть 1500 крупнейших заводов когда у вас валютные поступления идут все идет и какие трудности но нет денег не сам закупил оборудование специалистов ты болван да какой-нибудь коммунист комсомолец да ну закупил этих специалистов нанял и все и тебе сделали так многие живут на западе папа мама там создавали они вот ну не хватает дарования там управлять крупным производством они наследовали они нанимают просто опыт и понимаю что те им лучше сделают чем они и менеджером хорошо и бизнесу хорошо и им хорошо и все работают учебы как и все коммунисты недалекие а он берется за все сам все творить всю науку энергии угробить энергетику там науку правомышленность все 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 собственными руками ничего не поручает другим вот для коммунистов свойственно какой-то фонтанирующая энергия понимаете неважно там это парахана там бойко или там чубой все они не мир массы и вот я хотел бы сказать что что означает вот это вот политика опущение рубля ну рубль же копы мы кроме того что не производим достаточного количества достойного россии каких-то производит но наша военка производит неплохое военное оборудование но коммунисты не умеет им торговать они получают минимальную прибыль они идут в сфере форматоре валютного международного фонда и не дают не сами не могут продать наше оружие не представить его не дают гражданам частным компаниям не не создают каких-то правил но это оружие все-таки есть продается она наполняет нашу рубль так давайте дальше нефть разве это ненадежная гарантия какой-то вот нашего рубля до надежно все эти опущения рубля я это все мошенничество запад я могу сказать как это все создается в австрии в германии другие создаются громадные громадные хранилища газа громадных хранилища нефти они это закупают и потом делают вид что на это не на россии запросто моя многократно этого предлагала что вот пожалуйста вложение создайте альтернативные хранилища в россии может быть и не только для себя других стран что какой-то был чтобы у нас был резервный фонд можно было если саудовская аравия где вот эти вот шейхи не очень грамотные правят я думаю что ира ира иран прежде всего пойдет да я думаю эмираты где-то наверное с нами согласятся мало ли мы инвестиционных проектов могли бы создавать бать и другие страны опек наверное подумают и по я не думаю что и после этого эмирата бенни по редко земельные металлы разве не наполняет нашего группы хорошо алюминий цветные металлы алмазы все это все это ложится в наполнении нашего рубля конечно у нас старается убедить что вот рубль ничего не стоит это т 5 10 и ведется политика велась и ведется до сих пор на подрыв курса рубля для чего это надо я просто переведу на русский язык что кому-то же это надо вот в этой ситуации я объясню что крупные вот эти экспортные компании которые торгуют нефтью газом почему им это надо они получают выручку в валюте люди они недалекие по крайней мере менеджеры которые управляют и и они вот что имеют виду что когда рубль опускается то коммунисты и олигархи могут русских людей они же в долларах и нет они в рублях то есть совсем за копейки нанимать чтобы они их обслуживали обстирывать ухаживали за их за их престарелыми там предками до убирали там за них все делали там платили за всякие транспортные налоги что человек едет еще какой-то налог содрать чтобы тебя же умыть одеть а будь накормить и еще их министерство трудно еще называет этих людей тунеядцы вот 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 да чё дошло вот а вот это коммунизме чему нас привык вот она эта политика вот вот и вся правда и не от вот заметьте я вот это говорю может быть за мной кто этот это повторит но до сих пор ни одна журношлёха не сформулировал вот так вот это не представила мне даже краем глазом всю их экономическую политику чубой с опущений ведь они нанимают нас не за доллара они нанимают нас за рубли и чтобы чубу вот на свои скажем 10 ярдов было проще нанять проще себе строить за края вот здесь россии чтобы за гроши и что сотни тысяч русских рабов можно было на них не десятки скажем а сотни тысяч надо же опустить этот рубль что на как бы на каждый доллар чубой садовали ну скажем тысячу рублей как кого-то вот вот как еще сделал вот через чему они путина призыва понимать конечно у нас сейчас надо признать что так сказать опущение так сказать рубля идет не так активно как это происходило в годы чубы там инфляция доходила до каких-то кошмарных размеров ну а давайте подумаем вот в результате этих санкций вот мы страдаем вот они говорят нам эти санкции выгон вот если бы нормальное там правительство я удивитель это у нас был бы предлог как пересмотреть и вот этих это курс навязанный вот этих вот рублей ведь понимаете кроме вот этих перечисленных у нас еще будет добывается десятки тонн золота мы могли просто я об этом говорил что пустить все золото запретить его продажи и пустить его только на выпуск монет вот мне там подробно изложено вот это вот система даже представляете как уверенность в рубле иностранных каких-то держателей был уверен что если бы он имеет тысячу рублей скажем да но если бы он был уверен что хотя бы если у него поколебалось мнение рубля что рубль стоит не 60 рублей а всему а всему что доллар стоит не 60 рублей а 5 рублей да что если у человека поколеблется какое-то мнение тон из этой тысячи ну например по 50 рублей золотых монетках мог бы получать ну естественно то есть я говорю это сейчас условно схему да вот ее можно ну по крайней мере ничего не течу бойцы не это откликнулись только джугашвили они выскочили они об этом молчали или лет сто вообще а тут вдруг а дак это наш джугашвили привязал уродцы вот просто родили вот такой вот моча ударила вот не иначе что значит привязала к золоту к чему там веревочкой привязал к вашим мозги золоту что ли они и все равно вас мозгов от этого не прибавил бюджет самый таки скажут лучшие застойные времена составлял россии 50 миллиардов долларов какая-то такая ничтожная даже по нашим меркам сумма вот сегодня даже при тех колоссальных трудностях это это ничтожнейшая сумма так сказать вот и в этой ситуации вот вот это вот политика а давайте вот подумаем да и собчак там выбежала вот мы будем мы больше потеряем не чем запад в результат эти санкции санкции эти как бы где-то был ответ но не тот ответ который должен был бы прозвучать он не направлен на конкретные как сказать западные предприниматели которые непосредственно финансируют маккейна меркели вот что по ним им хорошенечко под зад со всего размаху россии дала так чтобы они взвизгнули и в этой борьбе мы даже не выставляем каких-то условий а могли бы запросто их выставить и могли бы так чтобы еще за западный простой гражданин бюргер получил бы от развития сотрудничества продиктовать свои условия на которых бы мелкие бизнес которые меркели также давит как коммунисты понимать а наш тоже коммунист бывшая бывших не бывает вот западные немцы они часто право восточных не про всех конечно не про всех но многих вот это так говорит упрекает в близоблюдство дверноподдничество понимаете вот есть начальник вашингтоне и всего и меркели в шоке барин приехал нас и мы думали что он нас там выпарит всех построить а он сказал видите вы лесом нафиг не нужны мне крестьянина вот какой горь случилось и теперь бедным крестьянам не на кого надеяться вот вот такая гуглевской комедии вышел ну и вот в этой той ситуации понимаете давайте посмотрим чтобы понять кто из этой экономической войны вышел бы победителем ну давайте по что мы бы в нашем упоре вот в эти санкции вот эту экономическую войну пошли бы до конца ну давайте прямо что запад нас лишает все продукции вот просто все ничего не поставляем ничего не даем россии а мы решаем ее полностью рыбка земель советных газа нефти тяжелых металлов металлургии так сказать алмазов все все по списку кроме того же мы же еще обладали громадными водными ресурсами которыми коммунисты совершенно не умеет пользоваться в силу своего слабоумия и еще у них оказывается это бедствие обилие воды за воду люди отдадут все тебе при нехватке воды тебе будут все понимаете то есть госпожа тычер плакала и и голосила как это такая не так жемчужина байкал принадлежит русским какая несправедливость она просто была готова отравиться себе сделать какой-то укол там и все вот ее страдания просто слышались и долетели до сибири вот ну вот поскольку все у нас заполонили вот эти благодаря соловьеву вот эти вот прохановые бойко вот эти вот джугашвилевцы вот эти алферовый коту академия плагиаторских наук у нас ничего не разве коммунист чубой с у нас назначен великим ученым мы имеем только какие-то мифы как вот сергей безруков хорошо показала в куклах чубой са как он там вот такие вот создается замечательный куклы делал вот таким как бы пустыне оазисы возникают а вот такие миражи 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 чубой саму и вот я это все воспринимаю как очередной мираж и вот давайте мы бы пошли до самого дна и будто и давайте посмотрим там сколько запад продержится да да там под просто все взвизгнут и подпрыгнут как это но ведь кроме этого мы же можем если не всем гражданам западных а вот запретить всем чиновникам раз в сумму макину пересекать границу ракеи россии хотя об этом транзитом или так далее мы если это правило будет нарушена то рассматривать как это незаконное пересечение российской границы которые наказываются уголовно вот так можно кстати ответить на санкции бандерляндии там обведение виз вот я посмотрю как они там все взвизгнут я посмотрю как чиновники от вальцмана попробует проехать чтобы хотя бы поуправлять своим там предприятием и так далее вот можно было и поставить кроме вот тогда и можно было продиктовать что нас такое мере мера устройства не устраивает так же вот чубой сын кириенко который у нас устроил практически связал нас генетически с кризисом западным давни у нас же этот кризис начался когда он закупал вот эти американские ценные бумаги а потом выяснилось что господин мэдов сделал просто аферу и как всегда наши грефы и все эти опозорились и все сибир грамотные собственники копчубость эффективные собственники эффективные собственники коммунисты вот вот а и как они всегда вот опозорились к сожалению вот и понимаете вот в этой ситуации там я думаю что не знаю это будет буквально месяц когда запад бы сказал вот да 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 вот ну не меньше не больше десяти рублей стоит евро и а можно еще было бы поставить следующие условия что а чуть такое то вы какой-то бандерляндии там да говорите безвизовый режим а мы вроде которые вам не бандерляндии поставляет металл с которых у нас было кстати леса когда воцарился чубой с половины запасов леса мы нас называли легкими планеты мы сегодня мы не занимаем даже первое место потому что у нас стали в этих лесоводческих хозяйствах поскольку это не управляется гражданами россия управляются чиновниками коммунистами полыхать пожары с которыми эти олегов вот эти вот не умные люди скажем так ничего не могут сделать у них никак не хватает ума вот мы им и службы дали вот вам и войска вот вам то вот вам вертолеты а у них и все равно мозгов нет я убежденную высказывал что за этими всем такая стоит азарт зельда у которой растут уши центрального разведывательного управления сша вот которая целенаправленно работать ну вот у нас ведь можно же было но не могут они работать как королю не могут они развивать наследие королевы ну хорошо но дерево обработку вот это же простое это же такое мебель экологически чистую можно было надо было не те корявые рамы зюхановские которые они поставили которые одни дыры там люди дуют бабушки замерзают а можно же было на высочайшем уровне используя лазерные лазерные технологии сделать это все культурненько красиво и так далее вот ну и вот давайте мы могли еще также поставить следующие условия мы могли поставить следующие условия что давайте-ка вот так что делаем все без безвизовый режим с россией если хотите что-то от нас получать значит первое условие доллар стоит не больше десяти рублей раз как хотите делать и пофиг знаете коммунисты сейчас начнут брехать вот сейчас вам то ли туфту да это нельзя дал не собра но я вам скажу они сами ничего не соображают вот они все время развесит уши чем-то в западах а я пример сейчас вот в китае сейчас возглавили враги джугашвилевцев то есть мудзи дуна дэн сяупин который был репрессивным то есть у нас джугашвилевцы говорят жаль что мы не добили детей врагов народа вот вот например да вот он там тоже был репрессирован да вот жалко него не добили вот вот о чем идет речь и они вот все вот говорит какой молодец он как джугашвили заставлял школы строить доменные печи и эти доменные печи выплавляли якобы железо которое очень напоминало нечто другое неприличное не буду говорить вот не люблю американских выражений и вот можно было поставить что безвизовый режим но не такой как в бандерлянд а со свободным рынком труда чтобы немецкий инженер без всяких препятствий мог поехать в любое предприятие за хорошие деньги у нас устройств и обратный процесс если какой какие-то наши специалисты могут помочь германии чтоб они не не спрашивали меркель и можно я там устройств на таком-то предприятии ведь и эти люди какой-то колоссальный тормоз чтобы у нас возникали предприятия например по созданию лунных станций вместе с германии вот нам тут объективного с францией но у макрон не желает сотрудничать ну нафиг его мы можем усилить группу марии люпен да за ней тоже стоят люди там предприниму можем индивидуально мария захарова я уверен это единственный наш чиновник с мозгами она все разберет разложит все будет понятно надо просто вот вам сторонникам путина ну вот если у вас появился один умный чиновник ну один ну пока вот нет муж пока потом ты еще там по и ну ну какие-то успехи есть там сельском хозяйстве вот может быть тоже где-то в военном деле мы слава богу продвинулись и судите потому что дональд кук маленечко вспотел когда пообщался с нашим стареньким истребителем вот и понимаете вот вот поставить такие условия я хочу сказать что вообще это ну вот политика когда назначить чиновник чубой с великим ученым это практически плюнуть глаза королеву и скажешь а это неудачный метод был так сказать назначить научным проектом профессионального ученого мне могут сказать ну как же там а там же надо еще внедрять а нельзя вот это вот этих вот этих управленцев опытных да кстати говоря причем тут чубой который ларька за свою жизнь не создал и понятия не имеет а и всю жизнь пользовался только чужими созданными ценностями как и все по эти парахановы и бойко вот эти вот все вот эти вот и вот это вот все вот как бы вот это вот как это вот все возможно немножечко вот это зашкаливает мозги вся эта дурь коммунистическая вот когда японцы нам говорили что вы с этими коммунистами сойдете с ума и у вас мозги поедут вот они действительно когда начинаешь обо всем этом виде можно отравиться так колоссального от тех глупостей которые распространяют журношлюхи вы мы беспомощный против запада вот смотрите мы импотент это вы импотенты а вообще трудности никаких добиться от запада вот такого ну конечно вот при этом конечно и и они бы согласились на эти сто процентов ну естественно надо учитывать и западные запросы у нас же коммунисты и 90-е годы развели и рэкет и вырастили и наркомафию и и завезли и колорадского жука и спида и запад и это действительно может беспокоить вот что если те бандюганы приедут ну так и давайте ограничим разумным количеством людей которых индивидуально будет под страхом уголовного наказания запрещен визит а также экстремистских организации как типа кпрф которые у нас существуют абсолютно легально которые ставят целью свержения законных демократических правительства и уничтожения целых классов да вот это вот это у нас это нормально на западе могут ну там тоже коробку меркели кстати говоря нормально но я считаю что если бы немцы запретили им въезд а зачем им есть им нужно колхозе совхозе зачем им за они тоже там за не считать что это все загнивает сгнивает по мне по рассказам бабушек дедушек живут ну и тогда и не надо туда вам не надо вам надо строить колхозы совхоза вот пусть едут копают картошку и не картофель уборочным комбайном а пусть зюганов бойко берет лопату вместе с алфером выезжает на субботники копают и там создают свой первый колхоз я только буду аплодировать а на запад им ехать абсолютно надо запретить я бы даже настаивался с парами потому что германии тоже это коммунизде там распустилась там все вот вот ну думаю что мария люпин найдет мою позицию правильной и одобрит вот вот эти разумные ограничения вот мы даже бы хотели бы чтобы вот этим гражданам вы не давали чтоб они не позорили нашу страну свои вот эти хрюны там всякие уголовные не приезжали вот потому что вот у нас какая-то удивительная страна нам рассказывается что что как-то получается что один полковник фсб с арбалетом ну чуть не сверх государственный строй там а этот вот он опасность для государственного строя представляет его там надо посадить там бы он обидел несчастного чубайса там вот а это самое чубы с не совершенно не обиделась 70 человек которых разорвало в клочья там наказались от стрелочника да вот и вот в этой ситуации то понимаете как бы вот я думаю что я бы даже хотел чтобы запад выступал каким-то защитником прав и свободы а у вас не все в порядке я не буду говорить ну вот на определенном этапе многие западные журналисты в особенно наверное искренне так сказать желали демократизации чтобы у русского человека вышел из состояния крепостного крестьянина для коммуниста для комиссара чтобы тот обжирался он жил в роскоши богат ну как говорит соловьев эти не коммунисты они нам завидуют и мы не знаю чем там завидовать не завидовали же мы святославу федору богатому светлому человеку который был не бедный который попробовал подымать деревни который почему-то погиб ну не почему-то почему-то у меня было ощущение что ему этого не дадут сделать вот и вот в этой ситуации то понимаете то есть я думаю что мы вполне могли бы используя мощи нашего интеллекта как показала себя замечательно русская добровольческая интернетная армия которую шуганули все центры црук от который обнаружили свою полную беспомощность который в бандерляндии начали строить оборонительные стены так сказать чтобы русская мысль не про не проникала в бандерляндии понимаете то есть вот я думаю что в этой ситуации да ну и я хочу сказать я не хочу недооценивать какие-то наверное ученые работают в нанотехнологии и и наверное и надо финансировать и увеличивать я думаю финансировать но понимаете нельзя подходить вот так тупо вот это как а как а вот этот коммунист палач и вот джугашвилицкий хрущев давайте садить кукурузу 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 и все потому что эти чубы они не разбираются в тонкостях науки наука каждый день меняется могут смениться приоритеты я например не раз обращал внимание что в швейцарии создали не только замечательный коллайдер развили русские такомаки опять мы получили фигуа швейцария получила как главный приз да вот тут вот какая какой момент еще они изобрели вообще чудо чудо для россии называют не изобрели самолет который летает на солнечных батареях и может облететь весь круглый шар и земной шар без посадки без посадки ну вот ну конечно сейчас его может быть стоимость недешевая ну вот она вот она золотое это же самолет для россии понимаете для таких самолетов там размах крыла довольно большой до скорость приличная 80 километров представляете вы каждый день могли бы запросто летать не только в черте города но для этого нужны аэродромы с большой площади потому что это размах крыла то очень большой да ну это и понятно но у нас-то земли может это на западе трудности вот созданием этих аэродром а у нас земли дофига но вот эти со своим точечным строительством все эти чубы с собянина вот они придут все эти коммунисты они отрезают отрезают на к нормальному развитию к внедрению вот таких кое чудо тех на это бы направить вот эти деньги и вот купите вот может быть даже патент а еще лучше а задача не уверен у нас и до сих пор есть свои королевы чтобы они создали еще более совершенные который можно же создать и какие-то и грузовые такие летательные аппараты которые бы может быть с большим были размахом крыла одну с больше подъемной силы которые может быть летали бы 50 километров но имели большую подъемную силу вот я даже думаю такие летательные аппараты если сделать как такой обыденностью как легковые автомобили а легковые автомобили бы просто ушли бы и вне бытие можно было это все специально продумать специальные дороги широкополон не такие как у нас сейчас а ведь у нас все вот это все идет как на западе строились эти небоскребы так час собянинов и будет стоить так сейчас новосибирске и строят уничтожают здание вполне пригодные то есть это идет как сказать импер какой-то во время чумы враг увидит что столица ест и пьет и веселится вот как бы вот хотелось бы поделиться будто я как бы хочу сказать надо все-таки менять приоритет я вот или поддерживайте меня или поддерживайте людей таких как культуры действительно предлагают если кто-то предлагает план лучше то флаг ему в руки может быть я не все учитываю и конечно я вот это говорю без совершенной подготовки в плане беседы с вами не хотел бы чтобы это как заученный какой-то урок как как там этот тренируется чубой сон перед этим все все его имиджмейкер его натаскивают как собой как этого ученика так сказать вот я просто вот с вами беседу и вот хотел бы чтобы вот у нас какой-то получилось развитие вот я вот впоследствии оставлю там свою карточку мне не потому или надо самим браться никто за вас ничего не сделает вы русские потому бедные потому что вы как сказать облома община живет в нас не я не говорю во всех не в ломоносове не в лермонтове она живет они в пушкина не она живет но но во многих у многих обывателей вот коммунисты мне скажут не укажет не лишь бы зарплатку грошовой вот лишь бы меня стоило поставили там вот это еще в бандерляндии это все надо умножать на 10 они там кричат совки а таких совков как они свет еще не видывал я вот там посмотрел господи люди уже боятся по-русски говорить им запретили запретили к уходникам говорить по-русски у там пришла уж пана которая уделанная вся там чумошная вонючая бандеровская шпана вот это вонь пришла и запретил горьк нибудь ну вот давайте будем как бы вот с них брать пример я не настаиваю что обязательно там как-то вот меня ну значит надо кого-то другого но надо отказаться от этой мысли что вот мне кто-то ваньки сделает там ванюша я буду на печи лежат а мне этот пирожок упадет с неба ну не будет так вот к сожалению вот так не будет коммунисты так отучали люди от собственности от того чтобы им принимать решение к сожалению они породили вот такое облако вонючее вот это вот которая все как бы цементирует мозги как бы отключает их мозги как опиумный такой вот смог понимаете надо вот этот смог я не против даже скажем что если бы вы взяли вот мои идеи и сами бы начали продвигать да пожалуйста пожалуйста но автор всегда знает лучше как это все сделать потому что он постоянно над этим думает но если вы хотите сами творить я тут то только буду приветствовать берите идею двигайте вот но конечно и сами тогда закатайте рукава сами работой но я понимаю что не у каждого и есть желание помочь своей стране и есть желание и ну нету возможности он работает тогда можно помочь добрым словом можно помочь вот если я видел бы что есть какое-то движение в этом направлении то я больше бы усилий понимаете не то что какой-то там рубль то пришел а я просто видел что вот не всем наплевать не все вот этом болоте вот это в навозной этой жижи вот стоят люди вот всем довольны все хорошо понимаете потому что часто это именно у нас так и происходит поэтому на западе живу где люди мобильные подвижные где они считают каждую копейку где они быстро и эффективно если ты там бросишь что ты можешь сэкономить цент они в тебя уцепятся а здесь говорит что вот можно тысячу сэкономит а у нас менталитет у нас такой да ладно я зачем мне это я пошел в магазин коммунисту и купил в три дорого ну я шо да вот и все а и зато я мозги свои не перегрела они не расплавились вот вот примерно такое вот пусть чубы стаб коммунист правит ускажите что скуку не скажет я пойду работать вот вы ученые вы как бы те кто работаете различных не академик действительно станьте каким-то локомотивом то есть и будьте организаторами а не выполняйте то что там скажет там коммунист чубы сели еще какой-то коммунист вот так он народ умеющий бороться всегда заделает прорыв всего доброго